Донецкая Народная Республика Всю возможную помощь для проведения поисково-спасательных работ и следственных действий криминалистов из Нидерландов и Малайзии. Тем не менее, Киев и Запад, не дожидаясь даже первых результатов расследования, поспешили бездоказательно возложить вину за катастрофу на вооруженные силы Донбасса и Российскую Федерацию. Сегодня исполняется ровно год со дня крушения на Донбассе самолета малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшая рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находилось 298 человек, пассажиров и членов экипажа, все они погибли. На сегодняшний день расследование причин катастрофы не завершено. Однако ни общественность, ни родственники жертв в трагедии не знают, как идет этот процесс. Память жертв крушения лайнера почтут в странах, граждане которых погибли в результате катастрофы – Нидерландах, Австралии и других. Кроме того, поминать погибших будут жители Донецкой Народной Республики, на территории которой произошла трагедия. Центром траурных мероприятий станут село Грабово, где непосредственно упал самолет, село Петропаловка, входившее в зону поисковых работ и один из ближайших мест аварии город – Шахтерск. Расследование причин крушения лайнера пока не закончено. Им руководят специалисты из Нидерландов, поскольку две трети жертв авиакатастрофы являлись гражданами этой страны. Власти Малайзии, которой принадлежал борт, рассчитывают, что расследование продлится до конца 2015 года. Австралийские СМИ обнародовали эксклюзивную видеозапись, которая была сделана ополченцами сразу после авиакатастрофы Boeing 777 в Донбассе близ города Шахтерск. С момента крушения прошел ровно год. На видеозаписи, которую опубликовал австралийский портал, ополченцы осматривают место происшествия, пытаются разыскать документы погибших пассажиров лайнера и собирают ценные вещи, чтобы не допустить разграбления личных вещей погибших. Из расшифровки записи понятно, что командир ополчения говорит по телефону, чтобы пассажирский лайнер был сбит истребителем. Да мы тоже на самолете. Там что, еще один раз самолет, что ли? Я понял, там держите оцепление гражданских, не пускайте. Продолжение следует... Продолжение следует...